Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие в университете, в Красном университете Фонда Рабочей Академии. И у нас сегодня нестандартное занятие с одной стороны, а с другой стороны вполне сочетающееся со всеми теми курсами, которые у нас есть. Но прежде чем перейти к теме лекции, которая сегодня будет, хочу сказать, что уже наши товарищи сдают свои запихи, как просил их у Олега Александровича, не более одной страницы, а лучше менее. Вот у вас перебор в два раза, потому что я все равно у вас видел по одному абзацу неправильность. А вы сделаете три абзаца, значит, три будет неправильности, тогда уже и на зачет не потянет. Вот, поэтому так примерно полстраницы, исходя из наших реальных условий. Я хочу сказать общее впечатление, что ответы очень хорошие. Видно, что народ занимается, народ читает, смотрит, так что есть что смотреть, и за много лет есть всякие записи. И очень важно, что товарищи, которые занимаются в Красном университете, могут воспроизводить знания. Потому что одно дело их потреблять, когда все потребишь, кто будет? Потребители. Большой потребитель будешь. Но это не то же самое, что нам нужно. Правда, нам нужно, чтобы люди могли это воспроизводить, и быть и пропагандистами, и действующей силой. Так, вот товарищи прислали Черков из Санкт-Петербурга зачет. Один товарищ прислал информацию, меня не открывается, он решил продемонстрировать, что у него более новая программа, чем он у меня, поэтому я ее не проверял. Так, товарищ Зиборов из Екатеринбурга зачет. Газимулин из Златоуста зачет. Щербаков. Щербакова из Самары зачет. Куликов из Ростова-на-Дону зачет. Тимошенко. Татьяна из Ленинграда зачет. Пасисеев из Москвы зачет. Фролов из Новосибирска зачет. Матасьян. Артур Оршакович из Сочи зачет. Ярский Илья из Санкт-Петербурга зачет. Павлов. Ленинград зачет. У нас есть из Ленинграда люди, а есть из Санкт-Петербурга. Просьба не путается. Павлов. Ленинград зачет. Матвеевский. Киев зачет. Хотя определение он говорит, я не очень еще понял. Ну, зачет. Это же не экзамен. Написал почти правильно. Кравченко. Белгородская область. Ивнянский район. Рабочий поселок Ивня. Зачет. Федоров. Уфа. Зачет. Стрельцов из города Плавска. Тульской области. Зачет. Кирикилица. Казахстан Алмата. Зачет. И он там меня критикует. Но я все равно его поставил зачет. Пусть критикует еще. Сонин. Тульская область. Город Венев. Член РФР написал. Токарь. Зачет. Степанов. Степанов. Зачет. Город неизвестен. Хвостинцев. Курган. Зачет. Торофов. Москва. Зачет. Яценко. Тайшет. Иркутская область. Зачет. Спрашивает. Можно ли будет получить диплом. Можно предпринимать организационные меры. Чтобы их можно было выслать. Садить. Это уже непросто получается. Это надо. Большая работа. Стрельников. Из Санкт-Петербурга. Здесь сидящий зачет. Это я передам Валерию Александровичу. И это будет уже в деле. Зачет за первое полугодие. Получен. Товарищи, получившие зачет, я поздравляю. Надеюсь, мы сможем поздравить и всех остальных, кто успешно занимается. Значит, тема сегодняшней лекции. Как организовать забастовку. И семинары мы на эту тему будем проводить. На лекции я буду говорить, все остальные будут в основном молчать. Но на семинаре можно наоборот выступить со своими позициями и на эту тему поспорить. А почему это связано с общей нашей тематикой? Ну, у нас какой материализм? Фейербаховский созерцательный или диалектический материализм? А диалектический чем отличается от фейербаховского созерцательного? Он должен быть активным. А? Он должен быть активным. Развивать действия. Активный. То есть вверх-вниз бегать по лестнице. Действия. А, в действии? А в каком действии? В любом действии? В применении. Применении. Развитие. Лишь бы поменять. Изменить. Так это как? Как? Применении. Применении. Чего? Теории. То есть если мы эту нашу теорию не применяем, преобразование мира. Если мы только рассказываем, что рабочий класс, он там ведет борьбу, то сё. Мы говорим, что марксизм – это вечно живое учение. Ленин его развил и так далее. Это что такое? Это описание еще некоторых событий. Правда? В основном исторических. И твердая вера в том, что они победят. А мы с удовольствием аплодируем тем, кто победит. Или можно поставить вопрос по-другому. Что те, кто занимается в Красном университете, они занимаются не в плане того, чтобы узнать, как бы хорошо бы действовать, но и сами собираются действовать в этом направлении. Поэтому, если вот так поставить вопрос, то тема сегодняшнего занятия, как организовать запасовку, она буквально лежит на прямой линии на этой дороге, которая ведет к чему? К коммунизму. Можно перейти к созданию власти рабочего класса, если рабочий класс не может даже забастовку провести? Нет, конечно. Нет, конечно. Причем, что мы сейчас вот наблюдаем. Люди рассказывают нам про забастовки, когда они по два, по три месяца не получают зарплату, а потом доведенные до того, что уже им нечего есть, и семьи у них голодают. Вот они начинают там, сказать, будить как-то, бросают работу. Ясное дело, что эта забастовка не проходит никакие процедуры, является нарушением правил. После этого основную массу увольняют, набирают других, потому что у нас безработица. Говорят, у нас нормальная безработица, как я все время считаю, 4,5%. Ну, кому и нормальная, кому, кто не входит в эти 4,5%, вы не входит в эти 4,5%, ну, тогда нормально это, да? Вот если попадешь в эти 4%, то ничего нормального нет. Потом, а тут еще и текучей бывает, то нашел человек работу, то потерял. Это нормально, что он не имеет уверенности в завтрашнем дне. Ну, чтобы прибавить этому вес и силу, на волне чего? На волне затишья в рабочем движении, мадам Набиулина, которая у нас в Центробанку изглавляет, решила дальше двинуться по пути торможения и вообще развития нашей экономики. И уже теперь ключевая ставка, которая была тут одно время под нашим давлением, уже снижена до 7,25%, уже снова 7,75%, уже два повышения было. И уже планируется на будущий год славным нашим Центробанком во главе с Набиулиным, который, как сказал еще помощник товарища Путина, известный экономист. Геориум кого? А? Геориум? Куда? Нет, ну. Кто сказал, что она работает в интересах иностранных государств? Глазьев. Глазьев. Академия Глазьев. Она работает, он не просто сказал, он бы готовил соответствующий заклад мировознительной комиссии Совета Безопасности и это все доложил. Поэтому Совет Безопасности все знает. Но пока картина такова, что, соответственно, инфляция вырастет до 5,5%. Но это, как вы понимаете, это прогноз. У нас же планов нет, а есть прогнозы. Но прогноз-то легко такой сделать, раз вы повысили ключевую ставку, это ясное дело, деньги подорожали, кредиты. И так невозможно взять, а тем более, еще более невозможно, поэтому еще больше вырастут цены, если инфляция планируется 5,5%. Понятно, что сами или, скажем, те, кто сделали одновременно с пенсионной реформой и повышением НДС, это что означает? НДС, как известно, если взять его по отношению к продукции тех или иных фирм или организаций, частично возвращается тем, кто есть. А конечные потребители вам чеки дают, вы берите их и читайте. Берите, берите, читайте. Сколько вас взяли за эти самые продукты? Где 10%, где 18%, а сейчас сколько будут брать? 20%. 20%. Читайте, прямо считайте и складывайте. А фирм у нас, ну, допустим, у нас миллион фирм, которые, с одной стороны, они с НДС получают и дальше перегоняют, а потом, значит, что-то им, так сказать, возвращают. Но конечному потребителю никто ничего не возвращает, поэтому это просто голое повышение налогов на, прежде всего, трудящихся и понижение жизни на трудящихся. Но трудящихся что делает? Трудящихся вместо того, чтобы хотя бы изучить трудовой кодекс, за который была очень большая борьба, и, скажем, товарищи, которые боролись, и профсоюзы, и рабочая партия в этом участвовала, в этой борьбе, и фонд рабочей академии, и у нас проект фонда рабочей академии получил второе место, в комплексный проект попали, прежде всего, те пункции, которые входят в разделы самозащита трудящихся. В частности, там есть такой пункт, что если вам задержали зарплату более чем на 15 дней, все нужно сделать. Приостановить работу. Приостановить работу. Вот, только что, скажем, сообщение из Москвы, там, значит, на фабрике, на хлебозаводе. Приостановили, потом, значит, взяли и пошли опять работать за бесплатно. Ну, любят просто так за бесплатно работать. Как будто бы у нас сейчас социализм, коммунизм. И хлебом не кормить, да, и увеличить зарплату этой буржуазии. Ну, раз они идут снова работать, никто им не собирается, тогда выплачивать опять. Какие-то 100 миллионов мы задолжали. А все расписано очень просто в этой 142 статье. Вы даете письменные уведомления о том, что вы приостанавливаете работу в связи с невыплатой зарплатой до выплаты. Дальше что? Ну, понятно, что вы должны это зафиксировать, что вы дали уведомление. Правильно уже. Во втором экземпляре пусть распишутся. Но есть разные начальники. Это ему дает вам два раза в свое уведомление. А вы второй экземпляр-то достаете. На ксервисе сделан. Даем, он и второй. А вы ему третий достаете. Пока он не успокоится. Но может все равно не взять. Вот не взять. Вот вы ему даете, а он так руки делает. Что с ним делать? Что нужно сделать? По почве. По почве. Ну, начали. Можно через секретаря подать. Прийти со свидетелями двумя. Можно секретаря попробовать, да. По-японски знаете, как называть? По-японски изучаете, нет? Нет. Кабинет директора Хата Хама. Нет, ну обычно как подаешь секретарю, он фиксирует два экземпляра. Ее задача какая секретаря? Не брать у вас ничего. Вот если она не взяла, у меня такого не было. Вот если она взяла, вы уволены. Если я ваш генеральный директор, вы у меня секретарь. Вот если возьмете вот у нее, вы уволены. Считайте, что с завтрашнего дня вы там не работаете. Ну, это не всегда так происходит. Не всегда. Вот тут я полностью с вами. Не всегда. Но очень часто. Особенно, когда вот будет такая ситуация, когда там будут миллионы должны работникам, прямо она будет у вас брать эту бумагу. Поэтому то, что вы сказали, что вы зафиксируете, акс оставьте, что она взяла. Ну, вот у нас вышедший предложили очень точный, посылайте с уведомлением о вручении. И понятно, что приостанавливать работу надо не сразу, как вы нам посоветовали, а с момента, когда вы убедились, что уведомлена администрация. А иначе она ничего не знает. Она ничего не знала, и вы приостановили. А теперь, когда она знает, все. Ну, и писать-то надо, что в соответствии со статьей 142. Трудовые вопросы. Письмо будет месяц идти. Не будет ваше письмо. Не надо запугивать людей. Почему я вас, ясно? Там месяцами люди не получают. Что вы рассказываете про письмо, которое месяц? Через две недели придет. По городу. По городу? По городу. Я один раз полтора месяца жду. Вот вас надо секретарем поставить. У вас хорошая секретарь получится. И на почту отправить. Ну, сейчас же мы на наследие. Нет, я на лоб посылаю. Вот вы нам не рассказываете. Вот Татьяна Валерьевна сейчас рассылала газету. Она разослала и на Камчатку, и на Владивосток, и во все только места нашей страны. Сколько прошло время? Меньше двух недель, правда? Да нет, еще неделя только прошла. Неделя прошла, почти все получили. Не надо запугивать людей. Я в налоговую отправлял и отслеживаю. Есть люди, которые говорят, что все равно у вас ничего не выйдет. Лучше не пытайтесь. Я же не запугиваю. Я предупреждаю. А что вы делаете? Я предупреждаю. Вот примерно так и рассказывается. Что посылать, если будет долго? Ну, долго, значит, будет. Нет, я не сказал. Но это будет быстрее вы получите зарплату, чем ничего не делать. А в основном у нас публика ничего не делает. Она продолжает работать за бесплатно. А если вы работаете за бесплатно, это же хорошо при капитализме? Для капитализма хорошо. А еще лучше, если бы я приносил деньги просто. Приносите ей деньги. Хорошо. Так вот, я этот пункт взял для того, чтобы его не смешивать с тем, о чем сегодня будет разговор. Это не забастовка. Почему не забастовка? Что не надо никакой процедуры не считать. Конечно, это забастовка. Потому что баста означает, что хватит. Хватит. Я поработал на вас, и хватит. Без денег больше работать не буду. Правильно? И там же кончается вся эта процедура чем? Что когда мне в письменной форме, пусть тоже долго посылают, не только ваше долго идет, но и от него долго идет. В письменной форме я сижу дома или сижу со станком и читаю капитал Маркса. Я сейчас изучаю программу Красного университета и Гегеля читаю. Я могу Гегеля читать не две недели, а двадцать лет. А мне должны бумагу прислать, в которой написано, что уважаемый Иван Иванович, завтра вам будет выплачена зарплата, просим вас завтра выйти на работу. Так написано в конкурсе. Ну что еще может буржуазия делать для рабочего класса? Ну что еще? Что вы от нее еще хотите? Уже все сделано. Тем более, что, как вы понимаете, кодекс всегда есть продукт борьбы двух противоположных классов. Поэтому это не буржуазия придумывала. То, что касается завоеваний правовых, очень многие правовые завоевания, они являются достижением рабочего класса. И в том числе и большой забастовочной борьбы, и голодовок, на которые шел, скажем, профсоюз авиодиспетчеров. Авиодиспетчеров митингов, на которые в Москву приезжали авиодиспетчеры и так далее. Второе, некоторые нам рассказывают, что нам не платят зарплату, правда у нас и договора нет. Ну так если у вас нет договора, так это и хорошо. У нас люди построят дома в Ленинградской области, какие-нибудь выдуманные фирмы есть, там из Белоруссии кто-нибудь приедет или еще. Им будут платить по 500 рублей в день, чтобы они прокормились. И обещают, что в конце они получат деньги за всю сделанную работу. Тысяч сорок, пятьдесят. Потом исчезает этот организатор, этих славных строительных побед и все. А у людей на руках что? Ничего. А ничего. Просто вот, если я вам помогал. Строительцы, могу я помогать? Можете. Ну да, я и помогаю. И она помогает, и он помогает. Все мы помогаем. Вообще мы все помогаем нашим капиталистам. Судя по тому, как себя еще ведет наш рабочий класс, который привык помогать трудящимся, народу, стране, он по старой привычке продолжает помогать капиталистам. А зачем? Они и так получают семь восьмых созданной стоимости. А одна восьмая созданная стоимость эквивалентна зарплате. Вот такие примерно цифры по стране. Ну, с некоторыми колебаниями. Так вот, ну, понятное первое дело, нужно оформить свои отношения. Ну, оформлять можно по-разному. Если там не заведено у вас на предприятии заполнять соответствующие бланки. Есть другие формы. Есть 61-я статья трудового кодекса, которая говорит, что если вы приступили к работе, то считается, что с вами заключен договор. Не оформлен, не написано, что оформлено. Считается, что заключен. Но это надо доказать же. Вы подумали, как доказать, что с вами заключен договор? То есть, что-то надо такое сделать. Или фотографию сделать, как вы там стоите за станком или за кульманом, да? То есть, акт можно составить, товарищи попросить, сколько надо товарищей? Два. Ну, где в России можно двумя что-то сделать? Тройками. Только тройками. Считается, что бы ни делалось. Ну, если тройки тройки. Как можно два? Три человека должны составить. Акт пишется. Акт, он бесстрастно пишется. Не важно, за что вы, против чего вы. Там никакой нет позиции в акте. Там есть одно, что вот сегодня такого-то числа, такой-то человек кто-то сделал. Или стоял за станком и работал. По распоряжению такого-то начальника. И все. То есть, надо зафиксировать. Если у вас какие-то бумаги перекладываете, так, ну, бумаги, тем более с печатями, значит, ну, ставили печать его и так далее. То есть, если человек зафиксировал, что он тут работает, значит, говорит, мы работаем, нам не платят за три месяца. Так вам вообще нисколько не должны платить. У вас нет договора, что с вами платить. Ну, кто сейчас за разговор платит деньги? Подумайте сами. То есть, такая какая-то святая наивность. Когда люди идут на это, идут на это, их куда-то увозят, далеко, на севера и так далее. И там они тоже ничего не получают. А потом они уже концов не найдут. Их обратно доставят на вертолете и до свидания. Хорошо, если доставили. А? Хорошо, если доставили. Да лучше, а то там они убьют кого-нибудь от голода. Их отправляют обратно. Ну, это все, можно сказать, подход. Так вот, и в связи с этим я хочу обратить ваше внимание на новость вообще, общественно-политической жизни. Вот целую книгу я, наверное, написал про классную борьбу. Там видели что-нибудь про протестные действия? Вообще, во всей истории борьбы рабочего класса такого понятия, как протестные действия, не было. У вас кошелек есть? Дайте, пожалуйста, а вы можете протестовать, я его заберу. А вы протестуйте сколько хотите. А у вас есть только кошелек? И вы протестуйте. Давайте все сдадут мне по кошельку и все протестуйте. Марий Александрович, пойдем в ресторан? На. Вы не будете протестовать? Нет. Ну и все. А эти пусть протестуют. Что за эпидемия такая? То есть люди то ли поглупели, то ли такие наивные. Ну это же такой фокус придумали. Кто придумал-то? Так называемые оппозиционные партии. А в чем оппозиционность? Вот смотрите, кто у нас оппозиционные партии парламентские. Это КПРФ, это ЛДПР, это «Привидливая Россия». КПСС. Нет, КПСС у нас нету. Так. А раз они оппозиционные, что должна сделать оппозиционная партия? По идее. Раз она оппозиционная. Ну вот, значит, «Единая Россия», молодец, внесла такой законопроект, который соответствует интересам того класса, который представляет «Единая Россия». Претензии есть к «Единой России»? Нет, конечно. Нет, конечно. И вот выступает после этого, там, Зюганов говорит, мы протестуем, мы против, вы против, а сколько вас? А их там, сколько человек? Десятки. Десятки. И К, как это немного. Это очень много. Для того, чтобы выступить с проектом закона, с проектом пенсионной реформы, достаточно быть одному депутату. Вот мы в трех думах, в трех один за другой идущих созывах находили депутатов, которые выдвигали наш проект. Поэтому проект, наш сначала выдумали четыре человека, проект фонда «Рабочий конец». Фонд «Рабочий конец» не имеет же права законодательной инициативы. Вот вы имеете право законодательной инициативы? Я не имею. И я не имею. Но я имею возможность поискать. Мы поискали и нашли. Товарищ Красаков, кстати, член КПРФ, был член Совета рабочих Москвы, депутат Госдумы, он вносил. Товарищ Григорьев из нашего Соснового Бора, два. Ионов и Шандыбин. Шандыбин, я знаю, что он из Брянска, был водителем. А Ионова глаза никогда не видел, но он только подписал. Вот четыре человека предложили наш проект. Через год выпихнули оттуда. Во вторую думу или в думу следующего созыва пришел товарищ Аволяне, который был руководителем рабочего комитета в городе Кемерово. Актер. И он сказал, а я внесу проект фонда рабочих грибов. Он внес. Хорошо, это уже пятый депутат, который вносил. Ну и, наконец, когда прокатил я Аволяне в следующий дум, он не попал. Попал туда Шейн, который сейчас выступал против. Мы Шейну принесли этот проект. Он в нем тоже поучаствовал немножко в доработке. И диспетчеры поучаствовали, и докеры. Короче говоря, это уже шестой человек, который вносил. Ну вот сейчас вот тоже Шейн. Он внес проект другой, противоположный? Нет. А Зюганов внес? Нет. А Жириновский? Их много, Илья Николаевич Михайлович. У них еще четыре комитета в городе Кемерово. Но комитеты не могут вносить. Нет. Комитеты могут обсуждать. Но каждый депутат может внести законопроект. Между прочим, президент тоже является субъектом законодательности. Законодательность его президента воспользовалась своим правом? Нет. Нет. Не воспользовалась? Он не внес никакого проекта. Потому что в первом чтении рассматривается какой вопрос? Какие из имеющихся законопроектов, какой из имеющихся взять за основу? Вы не внесли, ваш не берем. Вы тоже не внесли, тоже. Вы не берем. Вы внесли, берем. Один же был. Все? Один? Что значит один был? Кто виноват в том, что один? Вот они и все виноваты. То есть они изображают из себя оппозиционность. Оппозиционность должна выражаться в чем? В действиях, противоположных тому, который совершает правящий класс. Правильно? А если этого нет, то никакой этой оппозиционности нет. Вон Жириновский, всех разносилков. Вы там депутаты ободрали всех стариков. Отдайте все деньги. Верните все на место. Верните все средства производства, забрали фабрики и заводы. А свою зарплату там сохраняют. Там у рядового депутата 400 тысяч, и пенсия будет 300 тысяч. 75% от дохода по занимаемой должности. Никто из них ничего не внес. И вот они этот концерт устраивают. На самом деле, что мы видим? Трогательное единство, просто роли распределены. Вы будете вносить, а я не буду альтернативу вносить. Договорились? Договорились. Хорошо. Вы тоже не вносите, пожалуйста, и вы не вносите. Вот нас вот, мы четверо все сидим в доме. Четыре фарчи. Вот он вносит, а мы, а мы, как так, что? Мы протестуем. А вы не протестуете? Протестуете тоже. И вы, пожалуйста, протестуйте. Все мы протестуем. Вся страна протестует. И что? Давайте будем протестовать против того, чтобы не изучать марксизм или ленингизм. Это легче, чем изучать. Правильно? Тогда, наоборот, Польша будет изучать. Он заинтересуется. Мы будем протестовать, чтобы не изучать. Против того, чтобы не изучать. Но изучать не будем. Это еще и запретить. А? Это еще и запретить. Это еще и запретить. То есть, это вот большой обман. Такой политический, идеологический. Когда вы говорите, а вы почему не участвуете в протестных действиях? Вот вы домой ведь поедете? Наверное, отсюда. Не скажу. Попаду уже. Уже он задумался. Он будет ехать внутренне. Я почувствовал, что он как-то так смотрит. Значит, даромас. Вы все говорят про Францию сейчас. Что вы во Франции зато умеют протестовать. Нет, вот как мне вам объяснить, что я поеду домой через протестные действия? То есть, мне надо объяснять, что я не к вам домой поеду. Не к вам, не к вам, не к вам, не к вам, не к вам. Потом вы еще выходите на улицу, подходите, скажем, я к вам тоже не поеду. Ко всем я должен приставать. Я думаю, долго я не доживу до дома. Кто-то все-таки не вымерли. Пригласит. Пригласит. Так вы уж в ресторан собирались. С вами противостопать. Это для начала разговора, а там уже не ясно, что будет. Короче говоря, или полиция приедет, скажет, ладно, там разберемся, куда вы там и пойдете. Короче говоря, вот явление. Вот от этого явления, нам иногда кажется, что забастовки – это что-то разрушительное. А забастовки, по смыслу забастовки, с чего начинается? Начало забастовки, с чего должно начинаться? С коллективных переговоров. Да ладно, какие переговоры, какие переговоры, может быть, начало? Я переговаривать могу сто лет с вами. Особенно, если я вас эксплуатирую, вы получаете восьмую часть от того, что создаете. Да я с вами готов разговаривать сколько угодно. Но не все время, потому что остальное время я на островах буду. А вы продолжаете работать. С начала с левого. С чего? С коллектива, в котором коллективы. Вот эти коллективы сейчас ходят и глянчат. Нет, с коллективного договора. Как можно начинать с коллективного договора? Коллективный договор, к нему нельзя начинать. Такая сложная штука, к нему можно поприйти. А начинать с него невозможно. Вы до работы остановите, приостановите, и не остановите начать работу. Ну это вы просто вот и есть. Это уже за коллективом. Остановил работу, бессмысленно. А говорит, а что вы остановили работу? А вот что хотел, остановил. И все. Это начало забастовки. Нет, ну это, можно сказать, забастовка, даже стачка. Но это никакое не начало. Потому что начало предполагает что? Нет, начало предполагает результат. А результат? Что такое? Развернутое начало. Так что начало забастовки? Уже кто-то тут сказал, но сразу спрятался, чтобы я не заметил. Что начало забастовки? Что? Осознание своих прав. Я давно уже осознал свои права. А если бы я не знал, я бы сюда не пришел. И что, считаете, что я сейчас бастую, что ли? Странное. Осознание своих прав. При чем тут прав? Так у вас эти права любые принимаете, что ли? Может, права надо эти опрокинуть и установить другие? Что такое право? Молодой человек, право, что такое? Мы к зачету приближаемся. Вот, товарищ, выраженная в законе воли господствующего класса. Это свои или их права, вы должны знать тогда. Вам права напишут. Вы за права боретесь или за интересы свои? За интересы. Вот правозащитники, они кого защищают? Людей или права буржуазные? Права буржуазные. А надо? Кого защищать? Человека. Людей бы защищать от этих прав. Человека. Поэтому надо тут вот тоже внимательным быть. Так с чего начинается забастовка? С выдвижения требований. С выдвижения требований, говорят люди. Знающие. Позитивные. Но надо вначале организоваться, во-первых, наверное. Не надо вначале организоваться. Чтобы организоваться, надо сначала выбрать не против чего вы, а за что вы. Потому что вот, если я вот за это направление, то против всех остальных я направление. Правильно? То есть утверждение, утверждение — это бесконечное отрицание. Правильно? Если я иду на север, то есть на юг не иду, на запад не иду, на восток, и все азимуты, которые есть, они можно будет дробить их до бесконечности, я их всех отрицаю. У меня протестные действия. Никуда не иду, кроме как туда. То есть выдвижение требований — это самое позитивное действие работников. Самое позитивное. И вообще оно позитивное. В буржуазии тоже есть позитивное. В нем позитивное действие одно. Прибыль давай. Все. Это позитивно. Они говорят, чего не надо делать. Они говорят, что давайте, давайте работайте. Вы работайте. Особенно, когда вы мне получаете зарплату, вы мне очень нравитесь. Так нравитесь. А вот вы все время еще хотите зарплату получать. Вы у меня все время доход забираете и забираете. Но ничего, мы придумываем. У нас инфляция идет. Наши люди думают. Сейчас было 4%, будет 5,5%, уже запланировано в следующий год. Отнимем вас 5,5%. К сожалению, это постепенно будет, поэтому точно, если считать, будет 2,75% отнимут у вас зарплаты. Ну и у бабушек отнимут все. От пенсии. У студентов от стипендий откосят и так далее. Ну если люди не могут развивать экономику, ну если не могут с другой стороны развивать экономику, ну что делать? Ну с вас собрать деньги надо. Другого выхода нет. Поймите их, войдите в их положение. Вот и собирают. То есть если вы не выдвигаете своих требований, то вы входите в положение ваших эксплуататоров. Становитесь помощником эксплуататоров. У нас много эксплуататоров, помощников. Все кричат, мы долой вот этих. Так что вы, так вы им помогайте. Вы есть все это та же самая масса, все помогают своим бездействиям. Если люди не выдвигают требования, значит их устраивает это. У вас требования. Вот у товарища он. Пришел с требованием, поставите ему за счет. Я пока что вряжился там, нашел у него одну ошибку. Но поскольку он первый и с требованием пришел, вот он уже получил. А другие сидят с протестными действиями. Так? Другие люди, они не смотрят там. Когда у нас будет за счет? Взяли и прислали вот Валерию Александровичу. 22 человека. Но прислали больше. Это 26 человек у Козелова. Это у вас, значит, это протестные действия против них. Они прислали больше. Вы их начали сортировать. То есть, забастовка, это действие, которое связано с требованиями. Сначала люди должны выразить свои. Ничего вы хотите. Если вы ничего не хотите, иди отсюда. Так. Ну, как говорят капиталисты. Ну, к вам ничем пришли. Ничего. Мы недовольны. Чем мы недовольны? Ну, где ваше недовольство? Вот вам в кодексе написали. Если у вас есть какое-то недовольство, вы выразите это, пожалуйста, в позитивной форме. Что вам надо? Вам запрещено говорить, что вам надо? Повышение зарплаты. Нет. Пишите. Если повышение зарплаты будет вам на копейку каждый год. Нет. В случае 10 лет. Это соответствует, как вы потребовали, так и получили. Еще какие требования ко мне? Уменьшение рабочего дня. Да. Завтра будете на 16 сотых минуты меньше работать. Может конкретно? В следующем году тоже будет такая же прибавка свободного времени. Приходите ко мне в 2019 году в конце. А у вас что? А если подходить с того момента, с того, что эти требования должен выдвигать не личный человек, а, наверное, коллектив. То есть сначала, наверное, надо организовать этот объект. А у вас коллектив не из людей состоит? Из кошек, что ли? Нет. Не из кошек состоит. А из собак? Один человек может и согласен. Дорогой товарищ. А другой нет. Дорогой товарищ. Маркс, Энгельс, как вы думаете, писали? Вот взяли одну ручку, да, двумя руками. Давайте будем показывать. Мы пишем сразу. Коммунистический манифест. Так, что ли? Написал Энгельс. Энгельс написал, в принципе, коммунизм. Потом Маркс стал редактировать. Потом вместе читать и править. Никогда не пишется требование 16 человеками. Или кричать будем. Давайте. Что будем требовать? Давайте все хором сейчас скажем. Вот что, в детском саду? Ну, это дедушка Мороз, если у нас требование единое. Пусть придет. Тогда да. А такого не бывает. Сначала один человек. Один. Вот во всякой. Мы же говорим. О чем мы говорим? О классовой борьбе или не о классовой борьбе? О классовой борьбе, естественно. Вы не с позиции классовой борьбы рассматривайте, молодой товарищ. Дорогой товарищ. А с позиции классовой борьбы? А в классовой борьбе есть кто? Класс. Нет, не только нет. Есть авангард этого класса. Всегда есть люди, которые не ждут, когда другие составят, а начинают создавать, кто может. Если вы меня быстрее составили, то составили. Хорошо. Если вы еще быстрее составили, то еще лучше. Если я составил быстрее, то тоже хорошо. А он и взял, и всех обогнал, и лучше всех составил. Так это же хорошо. И вот когда мы... То есть все вот эти... Не так, что мы ждем коллектив. Да никакой коллектив никаких требований не составит. Надо, чтобы все члены коллектива пытались сформулировать, что они требуют. Я написал. И это непростая задача. Потому что требования в основном глупые предлагают. Глупые. Вот я вам уже сказал. Ваши два требования были. Лично против вас ничего не имеют. Но вот... Согласен. Согласен. Он хочет повысить свободу. Нет у вас конкретно ничего. Бумагу не принесли. Где бумага? Чего написали? Ничего не написали. На следующее занятие принесу. Поздно. В следующем году приходите в декабре. Поздно. Ага. Так и бывает такой разговор. Ну что вы с вами... Я, как генеральный, с вами разговаривал сегодня. Вы не готовы были. Все, вы теперь приходите в декабре следующего года. К этому времени я вас уволю. Не успеете. Я успею. Пройдет прощение за 12 месяцев? Так. За два месяца все равно. Значит... К следующему декабрю уже 12 месяцев пройдет. Что вы говорите? Так я успею подать-то. Что подать? За неделю требования. А я вообще с вами не разговариваю. Я вот с ним буду разговаривать. Он обещал мне раньше подать. А что я с вами буду разговаривать? Вы теперь ждите долга. Вот. Короче говоря. Требования. Значит, товарищи должны соревноваться. Соревнования вступить в позитивное. Кто лучше сформулирует требования? Ну вот какие? Ваши требования забарковали. У вас есть какое-нибудь требование? Есть. Есть? Ну давайте. Четырехчасовый рабочий день. Четырехчасовой? Так. Вы четырех. Это, как вы считаете, реальное требование? Вас кто-нибудь поддерживает? Сейчас. Вы один останетесь, но у вас одного и мы уволим. Убой. Что? Вы требования с товарищами обсудили? Прежде чем мне выделенную требование, я вас спросил специально, чтобы поймать. А вы вместо того, что вы сказали, я вот сейчас вот с ней посаду, я с ним и пойду вам и скажу. Вы начали с четырех, потом пообсуждали, пообсуждали и пришли вот тогда и принесли мне. Вот тогда уже вам нужно, чтобы ко мне приходить. Не надо выкладывать сразу. Я же кто? Капиталист. Чего вы так мне доверяете? Сейчас бумагу не принес. А если бумага... Подумать надо, что-нибудь такое, сказали вы. Вы с кем разговариваете? С классовым врагом. Полтун, доход, калешкёвно. Вот товарищ думает, путает меня там, водит. Он вырабатывает требования, он время доверет, он вырабатывает. Чего вырабатывает? Какое у вас требование есть? Скажите. Ну такое, которое хоть иди... Повышение зараданной платы в соответствии с ее стоимостью. То есть вы за вечностью эксплуатации, я правильно понимаю? Нет, это одно из требований. Ну если вот зарплата... У Маркса в капитале как раз и рассматриваются случаи, когда зарплата по стоимости, да? В первом доме. То есть вот прямо по Марксу, чтобы всегда так и было. Зависит со стоимостью рабочей силы. Да, там в соответствии со стоимостью рабочей силы в первом доме это и рассматривается. То есть там такого безобразия, чтобы не платили даже стоимость рабочей силы, там не рассматривается у Маркса. Я правильно излагаю или нет? Да. Только там все по стоимости, да? А тут до чего вы опустились, что вы хотите только до стоимости. То есть вы хотите... То есть самый лучший мой помощник в деле сохранения капиталистической эксплуатации. Я выберу вас на заметку. Как вам это назвать? Вы будете мой советник. А эти звери... Кто? Вы вот... Четыре часа будет работать. Четырнадцать не хотите? Вон за вами сидит человек. Безработный. У нас зачем безработица сделано? Чтобы вот такие, как приходят, так раз и сразу на место стоило. А? Четыре часа будет работать. А? Четыре часа будет работать. Четыре часа будет работать. Для семьи это не важно. Так. У вас тоже требования есть? Ну давайте. Повышение реального уровня заработной платы на уровень инфляции плюс один процент. Чего? Чего? Чего один процент? Не стыдно вам? Десять. Деньги. Да вас никто уважает. Я подумываю, да? Вас не только ваши товарищи уважать не будут. Вас противник не уважает. А можно я вас так стукну, чтобы только носик не задеть? Ну что это такое? Один процент. Это только требования. Вы хоть думали о требовании дальше? Вы с этим требованием пойдете на переговоры. А я скажу так. Давайте баш нам баш. Мы же с вами кто? Партнеры социальные. Вы предложили один процент. Ладно. Пол процента. Попаланс. Все. Пятьдесят. Пятьдесят. На уровень инфляции плюс процент. Если бы требование было. Никогда требование полностью не удовлетворяется. Вам это известно? Нет? Вы же должны со мной переговоры вести. Бодаться со мной. Вы думаете, вы напишите процент, как будто я сразу обрадуюсь и дам вам процент. Если вы напишите два, то я вам дам два. А вы написали процент. Получите ноль целых два. Две сотых процента. Не хотите? А что думаете? Я вот прямо то, что вы написали. Вы требования-то одно, а результат-то другое. Вы понимаете, что это долгая дорога в дюнах? От требований до итогов забастовки и до того, чтобы получить результат. Правильно? Поэтому надо требовать так, чтобы был вот, скажем, товарищи дальневосточные докеры. Они хоть не учились в Красном университете, но они потребовали даже не знаю сколько, наверное, 10%. Потому что получили они 5% повышения номинальной зарплаты ежегодно сверх инфляции. То есть инфляцию компенсировать хоть и на 100%, 200%. Какая разница? Важно, чтобы к ней добавить. А есть целые политические партии, как вот дружесная нам РКРП, которые ходили и даже выделили кандидатов президента, поскольку они решили из своей среды выделить такого кандидата, который бы осуществлял бы власть буржуазии, диктатуру буржуазии. Это очень здорово. С названием коммунистической. Просто какая-то экзотика. И вот они, значит, ходят везде и говорят, надо сделать индексацию обязательной. Только она и так обязательная. Надо еще раз написать. Так они нашли своего члена партии, который в городе Кирове. И там есть законодательное собрание, а они на законодательном собрании решали и сразу присоединились к этому революционному требованию. И ФПРФ, и ЛДПР. И справедливая Россия. А почему не присоединиться? Единственное, кто себя привели с гордостью. Единая Россия просто не пришла на это и все. В Думе, когда они это вытащили. Что с этими людьми даже не разговаривают, которые даже от требований не могут. Вы потребуетесь? Потребует. Как у Ленина есть в книге «Что делать?» такой пассаж, что вот мы уронили престиж революционера на Руси. Жалкие и дряблые в вопросах организационных, не умеющие выделить широкого плана, который уважали бы и противники. Это не революционеры, а какой-то жалкий кустарь. Кустарь. Вы нищих видели, нет? Поможите, поможите. Это требование. Один процент. Только что я сказал, у вас забирают семь частей из восьми. То, что вы создаёте. И вы требуете. Я возмущён этим. До глубины души требую один процент мне отдать. Один процент. От созданного. Не от созданного, от этого восьмого куска. Один процент. Вообще, вы до чего опустились. Это вот авангард. Это лучшие люди наши. Это лучшие на самом деле. Не думайте. Не шутка. Лучшие люди. Она уже зачёт получила. Можно упороться. Вот я чувствую, что она уже может сидеть и сказать, ну один, там десять, пятнадцать. Это не бак. Зачёт в кармане. Значит, то есть требования, ну как-то надо подумать. Это требования. Требования должны быть такие, о которых надо долго думать. Вот почему в качестве таких вот требований, скажем, которые мы берём, мы учитываем, какие были случаи уже в нашей жизни. Вот те же самые рабочие, заводы Форт, они все в коллективный договор записали однажды. Правда, договор у них почему-то на один год. Хотя можно три года исправить ещё на три. Там два с половиной процента. Написано было уже. Наверное, требовали пять. Но всё равно, как вот вы предлагали, никто не требовал. Я таких даже не знаю. Не, ну есть хуже. Хуже целую партию я вам назвал. Они все требуют только индексацию. Только не выйти за рамки индексации. Только бы не улучшили бы своё положение. А вы всё-таки улучшаете. И вы тоже улучшаете там на какие-то доли. И рабочий день у вас меньше уже. И зарплата бы больше. Ну, хоть что-то, чем ничего. Да лучше ничего, чем такое что-то. Это не издевательство вообще. Это карикатура вообще. Карикатура на классную борьбу. Я же вам не сказал, насколько увеличить крокодил и уменьшить рабочее время. На этом у вас и понимали. Значит, то есть это вопрос большой. Поэтому этот вопрос у нас, вы наверное, видели и обсуждается и в литературе. По этому поводу монографии написано, скажем, товарищи Золото. Вот она здесь есть. Можно её приобрести в редакции Золотого. Сокращение рабочего дня. Основание современного экономического развития. Для того, чтобы экономика поднималась, нужны какие рабочие? Которые могут на работе соображать, думать. Они уставшие сидеть. Которые могут рационализацией заниматься. Которые повышают свою квалификацию. То есть надо предлагать такую цифру, с введением которой не упадёт экономика, а только вырастет. При переходе к 6 часовому рабочему дню, как показано в соответствующем монографии, у нас экономика получит большие темпы роста и быстрее развиваться. Какая экономика капиталистическая? Капиталистическая. А вы в какой живёте? В специалистической? Я вас приветствую. Я в капиталистической. Можно к вам зайти иногда? Добро пожаловать. Спасибо. Ну это надо домой к вам идти. Вы картошку, наверное, чистите вдвоём с женой. Это общественная собственность. По-моему, наше это безразлично. Хоть 20 часов, хоть 2 часа всё будет к одному. Вот это раз. Теперь повышение реального содержания зарплаты. У нас есть пример. Ещё же новое ваше передовое предприятие. Вы человек симпатичнее, молодой. И вот вы предлагаете, не буду я как все дураки, а буду я требовать 1%. Вы на кого работаете? Нет, складывается такое впечатление, что вы на кого-то работаете. Ну как бы сбить этот вот накал там. Требуют 5, 2,5. Кто-то приходит, что вы, что вы, 1%. Это требование. А уж там как договоримся. А как договоримся? Вам заносят деньги? Работодателя нет? Как вы тут пропагандируете? Бесплатно? Или заплатно? Ну она не скажет всё равно. Бесполезно это для вас. Всё это теперь же. Безначе, чтобы запустить этим процентом, потом по 20 будет. Так. Ну вот, значит одно требование мы выяснили. Так? Давайте не будем ниже опускать, чем то, что уже требовали. Но если есть требовали докеры. Докеры серьёзные люди. Большие. И не на американской фирме. Вот. Значит требовали они 5% инфляции. Так. Насчёт сокращения рабочего дня. Тоже обсуждался вопрос? Чего тут не ясного? До 7 сначала. Вот. А этот товарищ хочет, чтобы прошло. Поэтому он говорит 4. А он говорит, нет, зачем? Давайте хотя бы 6. Ну ладно, 6. Он пойдёт на это. Но не сразу. Это такое тоже бывает. Надо, чтобы кто-то кричал 3. 3. Никто тут 3 не требует? Сколько требует? 2 часа. В неделю. В неделю. Такой вопрос, что если... Не надо замахиваться. Неважно сколько сокращения, соответственно, откуда эти деньги прощают капиталисты. Он, соответственно, будет увеличивать производительность труда. Но за счёт этого он будет сокращать... Вы капиталист? Вы капиталист, что ли? Вы что, входите в положение капиталиста? Если вы хотите войти в моё положение, я хочу сказать так. Нет у меня возможности повышать зарплату. Никакой. Никакой нет. Никакой нет. Но если рабочий вырабатывает за 1 час своего запаса... Да у меня новый замок сейчас, где заформляется сделка, не могу закрыть. Он тут вылетает с этими требованиями. Один из классических вариантов. Это подсадная утка в рабочем движении. Войти в положение работодателя. Он входит в ваше положение? То есть надо понять, как он мыслит, чтобы понимать, какие его дальнейшие действия будут. Да он у нас всегда только в основном направлении есть прибыль. Мы сейчас выдвигаем, думаем, какие выделены требования. Вот уже одно выдвинули. 6 часов. Второе требование. 5% сверх инфляции. Ещё какие? По условиям труда будем? Или будем возвращать те блага, которые отняли в СОУ? Те, то что отняли. Пенсия работодатель не хватит, но работодатель может сохранить все выплаты, которые положены вам в отреев. Он вам может в случае, если вы продолжаете работать, платить столько, как будто бы у вас пенсии. Это как вы запишите в коллективном договоре? Все что угодно можно. В коллективном договоре что можно включить? Нельзя включить что-либо, что ухудшает положение работников. А всё, что улучшает, можете включить. Отпуск. Если вы мечтаете о коммунизме, пишите коллективный договор. Проект. Дополнительно. У докеров был 55 дней отпуск. Потом их сладкоголосые работодатели собрали и начали их убеждать, что ребята, давайте мы вам повышаем вдвое зарплату, а вы, так сказать, меня на переговорах говорили. А вы отдаёте, не надо эти 55 дней, ну что мы вас не видим, как-то скучно, давайте 30 дней. Я им всем объясняю, что, слушайте, странные вы люди. Вот сидим с руководителями профсоюзных комитетов, артавских, вы, если уж вам так вот надо, эти деньги, ну вы же понимаете, что если у вас 55 дней, вы 30 дней отдыхали, ещё 25 дней вы работаете где хотите, а подпускные-то зачем вы отдаёте? Отпускные-то у вас есть, докерские отпускные, это хорошие отпускные. Это же зарплата. Отпускные деньги – это зарплата, считается. Вы эту зарплату отдали. Вам же эту зарплату… Разменивают и говорят, давайте к вам поменяемся. Ну и удалось мне побег убедить. Я и тут-то тоже не могу убедить много. Ну что делать-то? Не хватает таланта. Не хватает таланта. Вот, короче говоря, на следующий год сцена все… В общем, 25 дней пропало отпуск, а вместе с отпускными и отдых пропал, и деньги пропали. Зарплата стабилизировалась, как всегда. Она же никуда не девается, если вы её повысите, она её понизит. Но если над этим думает Центробанк… А он у нас в Румыже назначается глава Центробанка. Зачем назначать главу Центробанка? Чтобы инфляцию повышал. А что такое инфляция? Чтоб с вас всех состригали. Потому что даже и религии тоже… В религиях считается, что есть пастыри, есть… Что следует? В овцы. В овцы – это бараны. Встречать надо. Я вот одной девушке спрашиваю на занятиях, говорю, а вы согласны будете обсудить? Она говорит, да. Я начал там с ней разговаривать, всё, а она стоит, да… И вот так и довели до семинара, до конца семинара. Так она говорит, нет, я согласна. Вот есть такие люди. С такими можно прорывы делать. Похоже, что у нас сейчас большинство рабочего класса согласны идти на улучшение положения работодателей. Всё больше и больше. Нет, они в положение работодателя сейчас ходить там. Да, они трудно выплачивать. Конечно, трудно. Но люди вообще ничего не… Люди пришли из бандитов, ничего не умеют делать, никакого отношения не имеют к техническому прогрессу, сами ничем не занимаются. Поставили, управляющим будете. Сколько вам надо? Сколько надо? Я не согласен. Сколько вам надо? В месяц? В месяц? В день? В месяц. Не согласен. Не договоримся. Уходи. Сколько вам надо в месяц? 300. А? 300 тысяч. Сколько? 300 тысяч. Чего тут мало? А в миллионы, брат? Нет, серьёзно. Сколько надо в месяц? Меня не купишь. О, мы не продаёмся. Нет тех денег. Придётся самим учиться. Нет, сам не буду работать. Сейчас будем дальше искать. Так, вот у нас в Роснефти, знаете, сколько членов на Совете получается? В месяц? Нет, они больше. 28. Не надо. А чего вы приезжаете вообще? 24, это у Грефа, получается, в Сбербанке. Я туда вас не зову, там просто эти люди. Там денег нет. Ничего. Ничего. Там не производство. А вы же производственник. Мне производство надо наладить. 24 миллиона пойдёт? Нет. А вас тоже и на пушечную среду не пойдёт. Несерьёзный человек. И вы несерьёзный. Вот серьёзный человек. Значит, работаем так. Вместе. Вместе. Я уезжаю на острова, там загораю, купаюсь и на яхте плаваю. А вы мне раз в неделю присылаете электронную почту. Что с нашей прибылью? Как только наша прибыль начнёт снижаться, вы вольны. Вы кандидатом. Не кандидатом. Ну, не надо. Найдём. Так, вы ко мне подойдёте после? Люди не хотят опишировать себя. Потому что, чтобы не убили конкуренты, тут сразу найдутся. Вот там его зайдут, заведут зал. Вот и всё. Собрались вот коммунисты. Не, коммуняки. Так. Значит, ну вот по условиям труда надо требовать. Но это вернуть старое – это плохое требование. Это так вообще мы никогда не… Если вы будете только возвращать то, что СОУ отнял, надо подумать, чтобы было улучшение. Серьёзное улучшение. Вы же знаете, где загазованность, где запылённость, где тяжелённость, тяжёлый труд. Всё это. Причём не по их там замерам. Как делаешь замер? Вот товарищ, он представляет фирму лицензированную. Шоу делает. Я его приглашаю. А у вас там тяжёлый труд. И всё. Он приходит. Замеряет. У вас курорт. И почему ему что-то дают какие-то блага, я не знаю. Но если я оплачиваю, какой результат будет? Результат везде положительный. С 13-го года поднимали у трудящихся очень много. И трудящиеся даже не шелохнулись. Но они такой наглости не знали. Причём это было сделано совсем по-тихому. Не гремели как с этой реформой пенсионной, а просто стали отбирать потихонечку. Раз, раз, нет, нет. Потом люди смотрят. А где у меня три дня к отпуску? Нету. А где у меня, что у меня вредные условия должны давать? Молоко. Какое молоко? Молоко вам не надо. Молочные продукты. Молочные продукты. По законам кефира и ряженки. Сейчас молочные продукты продаются в этом. У нас рядом фикс прайс из овса. Хотите молоко из овса? Полезно. Ну если масло висит, можно сделать из пальмы сливочное. Почему не сделать молоко из овса? Ну и так далее. Кто это должен определить? Это могут определить только те люди, которые на себе это ощущают. Ну как я могу ваши требования сформулировать? Я же не знаю. Может вы вообще купаетесь там, приходите на работу, а у вас там джакузи. Это тоже вредно. Я и чувствую, чтобы она совсем не разведена была. Он сюда приходит. Хотя ему интересно так посмотреть эту компанию. Какие мысли противоположные. Так здорово. Короче говоря, возвращаемся к тому, с чего мы начали. То есть люди, вырабатывающие требования, они позитивную такую работу решают. Какие цели и задачи своей борьбы они формулируют. Не вообще, что мы за коммунизм. Коммунизм это конечная цель. Но кто может прийти в коммунизм, если он все время борется за улучшение жизни трудящихся. Правильно? А потом, если ему мешает государство, он и с государством начинает бороться. Вам мешает государство? По-моему, вы ему просто помогаете. Пока. В последнем моменте очень конкретно мешать нужно. От вас не поступило никаких требований. Не рассказывайте. Какие требования от вас поступили? Никаких. От меня поступило. Я вот проект трудового корпуса, он зафиксирован. Чего мы требуем? Что там есть? Мы все повысили. По сравнению, когда мы почувствовали, что угроза начинается, мы повысили все требования, которые были в ГЗОД, на порядок. Где было два дня, там три дня надо выходных. Где была прибавка на такую вот сумму, значит, увеличить и так далее. В этом был суть. И проект по этому набрал. Много голосов. И на второе место вышел. И все остальные отпали, кроме правительственной побили, кроме комиссионного, который вынужден был брать из нашего, в том числе, вопросы самозащиты трудящих. То есть это очень много. Потому что если люди соединяются, мы говорим, мы хотим единство в борьбе. Ну как можно получить единство в борьбе, если она требует один процент? Да хочется наброситься на ее и сказать, молодец. Отменить зачет. Ну, я думаю, мы продолжим после перерыва. Давайте. Давайте. Продолжение следует. Кстати, это. Проиндексировали пенсию уже 17 на 34 рубля. В последующих годах. Почему вы решили, что это индексирование? Ну а ним... Индексация, это что? Нет, индексация, это что такое? Индексация, это увеличение. Нет, не увеличение. Индексация – это увеличение на 100. Потому что в HBD Свердокалу. А вы не сравниваете с инфляцией. Поэтому это не индексация. Но не на 3, 4. Это повышение. По повышением даже не разум. Это все жульничества. Да, да, я знаю. Пять жульничества. Так, продолжаем. Уже из того, что мы с вами разобрали порядки удвижения требований, уже из этого ясно, что это дело не простое. Это только начало забастовки. Еще никакой забастовки нет. Это только удвижение требований. И забастовка вообще очень трудное дело. Только не лучше сначала подумать как следует, чтобы эти были требования комплексные, так, чтобы они охватывали разные стороны жизни производства, на производстве работников. Условия. Итак, условия труда, условия оплаты, спортивные занятия, всякие льготы, в случае, если есть травмы, смерти, в том числе родителей, расходы на погребение, расходы на свадьбу детей и прочее, прочее, прочее. Что это такое? Как называется это комплексное требование, которым расписано, как вы себе представляете жизнь, как вас, как работников этого коллектива? Вот. Просвещенные люди. А не на той стороне. Здесь не просвещенные мы с вами. Там просвещенные. А мы недопросвещенные. Просвещенные. А, ладно. Не вполне. Не вполне. Не просвещенные, но не вполне. Вот. Коллективный договор. Поэтому. Значит, прежде чем говорить, там, собираться коллективом, что нужно сделать? Должен кто-то взять и совершить героический поступок. Не такой же героический. Это не как у Зои Космодемьянской и не как у, скажем, у кого-то другого из героев, у ЛАЗО. А надо взять уже, начать не с того, что вы с нуля, что вы первый вообще занимаетесь в мире борьбой за интересы трудящихся. Вы не первый, второй или третий, по крайней мере. А, возможно, даже и не пятый. Поэтому взять надо лучший коллективный договор, какой есть. Он висит в электронной форме на сайте Фонда Рабочей Академии. Более поздний висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Тоже коллективный договор ЗАО, АО теперь уже, АО. Первый контейнер и терминал. Он хуже. Почему хуже? А вот там условия изменились. Работодатель сменился, стал мировым, Global Ports. И труднее стало сейчас добиваться. Вот взяли вы этот договор. Он же как оформляется? Договор между работодателем, названием предприятия, и работниками. Не пишется какими работниками этого предприятия. И дальше в тексте только работники есть. Поэтому то, что вы читаете, кажется, что это не про вас? Убрать. Умете убирать электронный, если у вас есть электронный документ? Если вам что-то захотелось вставить, вот ваши несчастные 1%. У них даже этого нет. У них нет этого. Сообщи им, чтобы им стыдно было. Не вам стыдно, а им стыдно. И скажите, вот я взяла ваш проект. Вот у вас опыт есть, все, борьбы. И еще живые. У вас даже процента нет. Я из-за вас, черт попутал, вот. Из-за вас тоже предложил 1%. Вставляете еще штуран 6 часов, вставляете 6 часов. Кто вам мешает? Кто-нибудь вам мешает работать на компьютере? Кто? Никто. Что вы не сделали ни одного проекта? Есть? Проект сделали? Я делал коллективный договор. Проект есть? Принесите сюда. Пришлите. Валерий Александрович, он разошлёт. Можете? Можем. Вот, хорошо. Значит, что нужно делать? Проект коллективного договора. Почему? Потому что процедура хоть за одно требование, хоть за два, хоть за три, хоть за сто, хоть за сто пятьдесят. А коллективный договор там может быть все сто пятьдесят, а то и девести. Правда? Посмотрите там. Во всем параметрам, все сферы жизни. Вся дальше процедура одинаковая. Следующая. Дальше процедура какая? Что дальше делать, товарищи будущие забастовщики? Извините, пожалуйста. Подписи там чьи должны стоять или это от профессионалов? Какие подписи? Проект создали и будьте здоровы. Какие подписи? Это ваш документ. Больше кроме вас никто его не любит. Ни один человек. Вы написали. Что вы должны делать? Вы соседов дали почитать, нет? Не давали. А ему давали? Ну что, какие-то подписи? Вы никому не дали. Вы что скрываете? Хорошие для народа сделали и скрываете от народа. То есть что нужно сделать? Нужно пойти к народу. И так вы пойдете с такой толщиной бумагой? Народ это вас отторгнет. Скратить. Значит, надо сделать на одну страницу. И так трудно сделать. Я, товарищи, его за руки держал, чтобы он не... Вот он сделает почти полторы страницы. Я говорю, никто не будет в вашей полторы страницы, сделайте страницу. Короче говоря, я его отрезал. Лишнее отрезал. И тогда получилась страница. Вот прихожу я к вам в отдел, в цех. Когда можно прийти в отдел, чтобы меня никто не останавливал, что я нарушаю дисциплину. В обед. В обед. Пришел вам в обед. Обедайте, пожалуйста. У кого что есть. Если что, у меня шоколадка есть. Помедали. Ну, если надо будет изобразить обед в чистом виде. Сейчас, если кто будет падать, то мы можем спасти. Во время обеда вот вы жуете там, свои там завтраки достаете. Знаете, как выходит у нас сейчас рабочие классы жизни? По этому поводу еще анекдот есть. Как по Кировскому заводу идет мастер и говорит, слушай, чтоб завтра я вот этой кильки у тебя не видел. Комиссия завтра в министерскую приходит. Понял? Завтра он идет, а тот сидит, наворачивает черную икру. Тогда через день, когда комиссия ушла, слушай, где эта черная икру? А он говорит, да какая черная икру? Мы всей семьей всю ночь у кильки глаза выталкиваем. Это черная икру. Короче говоря, кто что имеет, тот тот и кушает. А я рассказываю вам про коллективный договор. Но если я буду рассказывать, не имея в руках этого кирпича, то я вообще болтун, правильно? То есть я должен принести его сюда, положить и не забрать с собой, а оставить. Потому что есть уедливые, я знаю, что вы, если вы даже один процент там сидите, а вы все там проверите, что там такое написано. И вы проверите, чтобы сравнить со своим проектом. И сказать, мой, конечно, лучше. А я уже знаю, вас все равно не перебьешь. Короче говоря, но я вот возьму эту одну страничку, буду вам зачитывать и излагать. Что хорошего даст этот проект коллективного договора? Надо одну страничку сделать. Это тяжело. Вы можете сделать одну страничку, если вы 250 страниц написали? Вот точно у вас нет такой бумажки. Принесите в следующий раз. Хорошо. Это непростая задача. Только ерунду туда не надо вставлять. Вроде там надо исполнять законы. Еще бы не хватало, чтобы не исполнять. Основные требования там должны быть. Да основные. Что у вас основное мы еще посмотрим. Ну конечно, может говорить только один процент. Не мешать курить. Да. Основное требование. Разрешить пить. Только вроде даже обрушать. Так. Вот это важно. И что дальше? У вас, допустим, на заводе 2000 человек. Ну что, вы вот пришли, вот сколько тут. Вот все, уже это ваши союзники. А ваши союзники эти формальные или неформальные? Неформальные. А вам нужны только формальные и неформальные? А вам формальные не нужны? Вам нужна процедуру осуществить? Процесс нужно организовывать. Организовывать. Я вам не мешаю же. Пока я разговариваю, вы организовываете процесс. Набирайте письма и так далее. Это понятное дело. Это хоть профсоюз делает. Хоть инициативный комитет. Фабрично-заводской комитет создайте из трех человек и делайте. Кто вам мешает? Вам запрещено создавать фабрично-заводские комитеты? Не запрещено. Иду и работайте. Профсоюз. Соберитесь втроём. Вот у вас трое сидит. Вот один профсоюз. Вот другой профсоюз. Вот третий профсоюз. Делайте. Нет проблем. Проблема сейчас. Я рассматриваю проблему содержания. Что вы должны делать? Все эти организации существуют для ведения этой самой классовой борьбы. Если нет этой классовой борьбы, эти организации пустые. Они ничего не делают. И вот вы должны таким образом зафиксировать это на бумаге. Почему? Потому что вам кроме этого всего прочего хочется сделать законом урегулированную запастовку. Чтобы к вам претензии не предъявляли, что вы просто там не работаете. Если вы не работаете, то вы будете уволены. А если вы постуете и все это пройдено, то у нас нашим законодательством локаут запрещен. Локаут это вот, когда много людей уволят. Вот если два человека я уволю, это считается много, я считаю. Про союз посчитаешь, это много. Два, правда? Это локаут. Вообще нельзя увольнять в периоды восстовки. Поэтому надо все оформить. А как вы можете оформить? Вот вы пришли, нас тут 30 человек или 40 или 50. А у вас всего 2000. Это большая работа. Вы давайте идите дальше и дальше и дальше. И пока вот поскольку они все время обедают в обед, а вы все время только разговариваете, вы стройнее и стройнее все будете. Ходите хорошо и две задачи сразу решаете. И каждый раз, чтобы это был документ, что должно быть там написано? Что это что? Что здесь сейчас происходит тогда, если мы рассматриваем требования? Собрание. А? Собрание. Кого? Вот этого вот коллектива, этого подразделения такого-то. Так, номер или цех, или отдел и так далее. Собрание. А если собрание, как оформить? Протокол. Кто ведет собрание? Я? Секретарь. Здрасте. Надо выбрать. Так хорошо. Все, человек начинал и тут все. Идет собрание. Идет собрание. Вот вам люди объясняют, просвещенные. Проседатель ведет собрание, а секретарь записывает. Записывает. Подокол. Вот вы записываете теперь. Вот он председателем, а вы теперь будете записывать. Вот он председатель. Из кого они должны быть? Из-за этого подразделения. Правильно? Всего в отделе или в цеху столько человек. Присутствует столько. Желательно, чтобы присутствовало? Побольше. 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 Если вы хотите усилить, вы можете в одной смене это сделать, а во второй. Если надо, и в третьей смене. И у вас будет такой перебор. Потом никуда не надо спешить, никуда ничего. Ходить, ни по какому начальству, и вообще не контактировать с ним по этому вопросу. Это между собой обсуждаете. Ну под протокол. В протоколе записано, что первый вопрос. Рассмотрение проекта коллективного договора представленных. Вот. Эмирек такой-то. Назовем его так, что он везде одинаково шел, как проект работников. Потому что не исключено, что этот работодатель очухается и придумывает проект работодателя. Но нам это не важно. Нам важно свое. Проект работников. Вот. За, против, воздержались. Так. Делали и дальше пошли. Это длинная дорога. Сколько она может занять? То есть, если у вас сегодня заключен коллективный договор. Дринной. Когда нужно начинать работу над хорошим? Вчера. Сегодня. Вот человека. Слушайте. Вчера надо было начинать. А вы что думали, что у вас будет хороший договор? Надо сразу иметь. Здесь уже есть. Вот, например, на Форезе, профсоюз, он обычно сразу пять-шесть коллективных трудовых споров вел. Дескать, этот там затормозился, они по второму, это по третьему. Но они должны отличаться и требованиями. Чем-то отличаться. Ну, разные, формально разные. Здесь поэтому, скажем, Федотов у Докеров, который начальник консалтного правового отдела правкома Докеров, у него все время был в работе новый проект. У него не было такого, что у него нет проекта лучше, чем тот, что есть. В любой момент. Его обсуждали, рассматривали, изучали. Короче говоря, так нужно пройти по всем коллективам с одной и той же повесткой. Почему с одной и той же? Разные председатели, разные секретари. Потом составляется общий протокол. Всего присутствовало на собраниях столько, или всего в коллективе столько. На собраниях присутствовало в общей сумме больше половины. Зам проголосовало больше половины тех, кто присутствует. Ну и все, и все подписано. И общий, и подписывать, скажем, какой-то человек, который составлял до 2 человека. Вот общий председатель и общий секретарь, все. Вы сделали сводный такой документ. Все. Вы работу проделали. По-требне. Другой вариант – это собрать конференцию. Это уже не менее трудно. Конференцию собирали вы, конечно, трудового коллектива? Попробуйте. Практически нереально. А, блин. Да, по-моему. Почему нереально? Очень много. Даже можно конференцию собирать. Значит, кто собирает конференцию? Вот нам тут уже предлагали, там коллектив, коллектив. Инициатива. Все-таки инициатива. Вот вы, вы, вы. Три человека. Кто придумает норму представительства? У вас там три тысячи, да, коллектив? Хорошо. От тысячи один. Конференция будет из трех человек. Две трети – это два человека. Хорошо, есть? Нет. Нету. Так что по-разному можно. Ну, если надо подбирать так, чтобы куда вы приходите, чтобы там где-то было круглое, что там, триста, пятьсот или четыреста, чтобы из этого сложить. Ну, тогда один от четыреста, чтобы сразу можно было дробно получать. Короче говоря, либо вы провели конференцию, либо вы провели собрание. Вот таким образом, допустим, собрание по подразделениям. И в итоге, что вы получили? Вы получили документ о том, что требования. Коллектив выдвинул требования. И что-то нам нужно сделать. Вот теперь это требование. Потому что это все голосовали, ходили, процесс был такой. Уже назад не повернуть. Вот она главная работа. Не тогда, когда вы что-то там выдвинули. Вот есть выдвижение. И вот теперь вы направляете письмецо счастья работодателю. А он должен, не более чем в недельный срок, дать ответ. Ответа может быть у него три. А на самом деле два. Три почему? Потому что он может, а, согласиться, вероятность чего равна нулю. То это как рабочие после халтуры одной решили обсудить, как они поступят с деньгами, которые получили. Если, говорит, вот это она зависнет в воздухе, спичечный коробок, женам отдадим. Но она не зависла. Пришлось потратить. Значит, вариант первый согласен. Вариант второй. Потому что вы знаете, уже когда вы выдвигаете требование, вы уже знаете его отношение. Вы знаете, что это требование, а не какие-то просьбы. Поэтому и требование. Требование выдвигает сила. Если никакой силы нет, нечего и требовать. Когда вы были одна, написали первый раз, это был проект требования. Когда это все вот, вы прошли по коллективу, это уже в головах у всех сидит. А идея, овладевающая массами, становится... Материальной силой. Чем? Материальной силой. Материальной силой. Вы как раз вот силу как-то... Как вот умудряются люди? Так вот что-то убрать из марксизма, чтобы он был бы вот уже неплодотворным. Ну что, думаю, материально. И бревно материальное. А это же оружие, оружие. Материальные силы, идея становятся, овладевая массами. Вот вы ходите, вроде как вот ходите по закам, рассуждаете листочки. Листочки дать каждому, но в каждом подразделении оставить проект. Не разоритесь с ним. Я подумаю сейчас напечатать на ксероксе или на принтере. Дальше. Вот. Получили вы или ответ отрицательный. Или молчит. Ну, это законодатель предусмотрел. Если молчит, это тоже считается отрицательным. А вам все равно. А вы что, не знали, что он будет или отрицательный, или промолчит? Это уже его дело. А вам это безразлично. Как только это прошло, и он ответа не дал на эти требования, вы собираете. Вы тем самым, что должны делать тогда? Вы предлагаете ему, в связи с тем, что он ответ не дал или дал отрицательный, предлагаете ему начать провести переговоры, поскольку констатируете вы, что начат коллективный трудовой спор. Написано все в законе неправильно. Это не спор. Спор – это вот мы с вами спорим, спорим, это обмен мнениями. Это разногласия. А тут какие разногласия? Тут никакого спора нет. Это уже обострившееся противоречие до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вы уже силы собрали. Вы уже силы надвигаете, нависаете этой силой, и вы предлагаете переговоры. Если он откажется в переговорах, он нарушил закон, он обязан вступить в переговоры по выдвинутым требованиям, если вот у вас все оформлено. Говорит, у нас тут все оформлено. Все есть, председатель, секретарь. Только не давайте подлинник никогда. На цветном ксероксе. Почему на цветном? Чтобы подпись была. Кажется, что и подписи такие же. Кажется, что это подлинник. Он сразу взрос и его порвется, а у вас все равно есть подлинник. Это же конфликт. Конфликт. Какой? Какой? Записано в трудовом кодексе. Примирительная комиссия. Семь дней. На третий день после начала примирительной комиссии вы имеете право провести забастовку. Законе написано в трудовом кодексе. Забастовку. А часовую. Предупредительную. Примирительная комиссия. Докеры никогда этим не пользовались. Потому что очень трудно. Еще на этом этапе. Когда еще переговоры не прошли. Иллюзии такие есть. Ну это просто мы не поговорили с Иваном Петровичем. Иван Петрович поймет. Неужели он не согласится. Да не может быть такого. Поэтому. Вы объявите эту самую забастовку. Часовую. Придет 30 процентов. Примет участие. И что? И над вами будут смеяться. И это будет поражение. Надо вам это поражение? Не надо. Поэтому. Если вы уверены. Там народ уже рвется. Вы не знаете как сдержать. Тогда да. Тогда можно делать. Потому что бывают такие случаи. Когда. Ну так уже народ доведет до такой степени. Что он может. Я отвлекаюсь от. Юридически оформленной забастовки. Просто взять и прекратить работать. Все. Взяли. Прекратили. Что тогда должен делать работодатель? Он побежит в суд. Объявлять. Вашу забастовку. Незаконную. А он может. Лично он объявить. Незаконную. Не может. Вот если вы работодатель. А вы что суд? Вы суд что ли? Идите в суд. Он идет в суд. Это долго ему это не нужно. Во-первых долго. Во-вторых. Что написано? Не соблюли все эти. Значит она. Нет. Тут не соблюли. Это я беру. Когда такая ситуация. Когда вдруг вспыхнул народ. И все. Да. И вспыхнул. И все прекратили работать. Все прекратили работать. И говорят. Не будем работать. Но только тогда уж надо держаться. Что не будем. Так не будем. И что написано в законе. Написано. Что работники. В случае признания забастовки незаконной. Это суд должен признать. А то если вы признаете мою забастовку незаконной. Мне не важно ваше мнение. Вас я уважаю. Ваше мнение еще не законно. Так. Короче говоря. Будет такое решение суда. Написано. Что обязаны прекратить на следующий день. После вручения. Решение суда. Судебным исполнителем. Нет. Такого не написано. После вручения. Это просто предполагается. Что они придут. Судебным. После вручения. Решение суда. У органа. Узглавляющего забастовку. Во-первых. У нас нет этого органа. Нету. Нету. Обыщится этот судебный приступ. Исполнитель. Мы не обманываем. Нету у нас. Все возмущены. Какой орган. Что тут возглавлять. Все. Раз нету никакого органа. Ну и будет он ходить туда. А вы обязаны на следующий день. После вручения. Или другой вариант. Есть такой орган. Прихожу. Где ваш орган-то возглавляющий забастовку. Сидит. В цех ушел. Куда ушел? В цех пошел. По цехам пошел. По цехам. А вообще-то он может в кафе сидеть. Вообщем просто в подвале. Он обязан что ли походить? Во время забастовки обязан он где-то находиться в каком-то цеху? Нет. Это забастовка. Ну и он на судебный приступ. А им же не сообщает в чем суть решения. Важно доставить. И сообщить. И все. Он походил в 6 часов. Все. Ухожу. Завтра приду. И завтра. И после завтра отпада идет. Идет забастовка. Поэтому. Но это стихийная так сказать забастовка. Так что если дружно все это люди делают. То тоже так просто не получится повоевать с таким коллективом. То тут то коллектив себя может проявить. Но это уже предполагает что он уже до такой степени прозрел. Что он может действовать как один человек в этом отношении. Ну мы пойдем по обычной дороге. После того как. Вы. Значит. Рассмотрели вопрос примирительной комиссии. Что должно быть сделано. Вами. Ну примирительной комиссии добьетесь вы примирения. Как вы думаете. Навряд ли. Навряд ли. Потому что. Это. Начинается примирительная комиссия тогда когда уже есть конфликт. Чего как тут. Чего тут мирить. Ничего. Вот есть требования. Но никто их не удовлетворяет. Как можно помириться здесь. Вы. Серьезно думали о требованиях. Вон мы чуть не подрались с ним из этих требований. И теперь мы будем мириться. Вот. Мы. Друг с другом то или или помирились. А уж с этим ни за что. С троглодитом то не помиримся. Поэтому. Проходит. Это примирительная комиссия. Что должны делать. Что. Позволяет закон. Он позволяет. Дает возможность освободить. Участников переговоров. И участников примирительных процедур. На срок до трех месяцев. Это так сказать. Может неделя. А может больше будет. С заплатой по среднему заработку. И вот так сказать. Я видел как. Первый зам генерального директора. Спрашивает. Каретникова. Докера. А у вас руки то не отвыкли. Управлять. Нет. У меня руки до тридцать лет привыкли. Все будет хорошо. Когда вы требования удовлетворите. Все пойдет хорошо. А пока. А пока. Раз в неделю. В часик. Посидели. Поговорили. И идете. Куда. Кафе. 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 А мы говорим не о вас. О трудящихся. Которые борются за свои интересы. О классах. Они идут по цехах. И там вот рассказывают. По эти переговорам. И если товарищ думал. Что отец родной ему поможет. То мы вам расскажем. Что отец родной сказал. Не за что. Поняли. Да. А вы люди то бросите свои. Что вы уже сера так. Короче говоря. Главная задача этой переговорной группы. Организовывать. По слову. Как она организовывается. А вот. Надо избавить народ от иллюзий. Что этот. Добрый дядя. Хозяин. Все делает для вашего блага. Только о вас и заботится. Вот надо избавить. Потому что ни о чем не договориться. Закончилась. Примирительная комиссия. Что? Чем она заканчивается? Ничего. Нет. Это у вас ничем. По закону она заканчивается. Поставление мурашки. Разногласий. А чего вы так к закону относитесь? Гражданин. Вы почему не изучаете законы? У нас есть люди которые не знают законов. Незнание законов не освобождает от ответственности за их неисполнение. Ну как? Войдите граждане. Протокол разногласий. Как впишется? Ну все представляют. Вот позиция работников. Вот позиция работодателя. И от работников. Кто-нибудь подписывает. А если я не буду подписывать от работодателя? Ну не подписывайте. Мы все равно подпишем. Все равно. Какая разница? Разногласия это все зафиксируем. Все равно. Вот. Вот. Раньше было в кодексе. Что вот. Составление такого протокола. Разногласий. Является основанием для того. Чтобы. Сказать. Иметь конденсированный трудовой спор. А здесь. Пошли дальше по процедуре. Следующая процедура. Это. Приглашение посредника. Сразу вам сообщаю. Что это чисто бумажная процедура. Потому что есть. Пригласить надо посредника. Из числа тех. Кто не работает в вашей организации. Но такого. Которую обе стороны доверяют. Вот. Если я предлагаю посредника. Вы согласны с моим предложением? Нет. Она не согласна. Она предлагает мне. Я говорю. Я не знаю. Вас я знаю. А этого я не знаю. Что такое закон. Противоречие. Он же буржуазный. Какое противоречие. Он сделан чтобы вас запутать. Он специально же сделал так. Ну так. А вы как думали? Ужасный закон. Вот вы даете. Закон это. Право это. Взведенный закон. Воля господства еще класса. Чтобы вы не дошли до этой точки. Чтобы вы заблудились в этом лесу. Чтобы вы начали думать. Что это арбитраж придет. Он решит. Никакого не будет арбитража. Не будет. Не будет. Не знаю. Первых посредника. Я несколько раз. Был объектом приглашения в посредники. Меня от докера просили. В том числе. Я им объясняю. Ну вы подумайте сами. Ну что будет. Звонит мне. Председатель РПД. И говорит. Михаил Васильевич. Вы можете выставить последний. Да я говорю. Могу. Но никто не пойдет работодатель на это. Если вы меня предлагать будете. Хоть вы там скажете. Я профессор университета. Тра-ля-ля. Профессора по экономике и права. Но они то понимают. Если вы предлагаете. Что они дураки что ли. Соответственно и вы. Вы будете соглашаться. Что они какого-то предлагают. Да вы что вы. Да ни за что. Ну так вот. Поэтому это сводится к чему. Но если вы бумажки не напишите такие. Что мы предлагали. Мы передавали. Не оформите. Нарушили. А тогда суд. И все. И все незаконная забастовка. Поэтому. Это надо оформить. Кто не умеет оформлять. Не умеет бастовать. Что труднее. Оформлять или бастовать. Ну для рабочих вообще оформлять труднее. Значит надо. Товарищи интеллигенты. Без вас. Рабочий класс не может. Ни бастовать. Ни советскую власть создать. Ничего. Потому что он. Как бумага. Все конец. На этом. Он машину может собрать. А это вот. Трудно. Поэтому. Когда некоторые говорят. Вот. Вы недооцениваете. Невозможно. Какая роль. Можно сказать. Основная. В забастовке. Если не оформлено. Все. Все брошено. Испорчено. Следующий. Трудовой арбитраж. Это вы должны предложить. Кого-то. Не из своего коллектива. Свою кандидатуру. Работодатель. Тоже. Не из своих. А допустим. Из союза промышленников и предпринимателей. То есть. Из своих. Но других своих. Кого-то. И государство. Как бы. Третья сила. Которая. На самом деле. Вторая. Это как треугольник. Трехсторонние. Это такие трехсторонние. Которых. Два была тупая. трехсторонние. Ну все же понимают. Что есть отдельный работодатель. А есть и. Работодатель. И. Представитель буржуазии. И государства. Это и есть главный субъект. Поэтому обязательно этот этап тогда, если принято решение, а оба согласились выполнять решение. Я ещё не знаю таких случаев, когда оба согласились выполнять, но кто-нибудь да не согласен выполнять. Откуда вы будете старание писать, что вы согласны выполнять, приведут неизвестно каково. Ну и всё. Но бумажки должны быть, все бумаги, протоколы, всё оформлено, и вот тогда вы уже готовы. Раз вы процедуру прошли, что вы делаете? Собираете опять конференцию или собрание. Если это не конференция быстрая, то собрание вам до этого до забастовки ещё далеко, пока не обойдёте опять все коллективы и не получите больше 50%. Если вы собрание так проводите, у вас подробный должен быть протокол. В протоколе должно быть, во-первых, ещё раз записировано требование, чтобы кто-нибудь, если вы забыли, то вам напоминаю. Не один процент, а пять. Потому что некоторые будут протаскивать один, может быть. Вот. Это раз. Требование, напоминаю. Это во-первых. Во-вторых, избираем забастовочный комитет. У него страшные полномочия, страшные. Почему? Для кого страшные? Для работодателя. Во время забастовки забастовочный комитет определяет дальнейший ход забастовки. Например, он может, на конференции первый раз определяет, как будет проходить забастовка, но забастовочный комитет может, уведомив администрацию за три дня, изменить. Допустим, вот если забастовка была такая, что два часа не работаем в каждой смене, а шесть часов работаем. Частичное прекращение работы. Определение забастовки такое в Трудовом кодексе – это полное или частичное прекращение работы для достижения заявленных требований. Хочу два, хочу семь, еще хочу. Вот ваши четыре очень подошли сюда. Так, давайте, говорит, на втором этапе четыре сделаем, чтобы почувствовать. Вам кажется, шесть мало? Мало работы? Давайте четыре. Вам покажется, шесть много. А потом, ну это надо за три дня уведомить и сделать четыре. Если вы в забастовочном комитете, забастовочный комитет решил, вот попали, а все говорят, а вы говорите, давайте четыре часа работы. Ну что, все равно забастовка. Потом говорят, нет, слушайте, нам надо зарплату уже получать. Зарплату за четыре-то вам мало сейчас платить. Давайте опять вернемся к шестичасовому назад, рабочему дню. И вы уже возвращаетесь к шестичасовому. А к восьмичасовому мы вообще никогда не вернемся уже, правильно? Зачем нам в восьмичасовой? В восьмичасовую не добьешься ничего, это негде добиваться. Домой темно, утром темно, ни профсоюз не создашь, не соберешь никого, ни о чем не договариваешься. А у этих троглодитов, если не вытянешь, ничего не получишь. Или вам кто-нибудь когда-нибудь пирожки дал бы. Вам уже демонстрируют, вам набивленного, еще инфляцию увеличило. И даже капиталистам ставку за кредит кто не дает, а вы хотите, чтобы рабочим что-то дали. Они тоже плачут. И вот, что еще должно быть там принято? Характер забастовки. Некоторые герои, после всей своей работы, говорят, забастовку будем проводить с шестнадцатого числа. О, а шестнадцатого числа провели, а семнадцатого тоже бастуем. А у вас было написано шестнадцатая, все, значит, вы уже нарушили бессрочную. Вот бессрочную написать. Бессрочную. Так с десяти часов или шести утра десятого. Вот так вам это написать. Бессрочную забастовку. В форме частичного прекращения работы на два часа в каждой смене. И расписать конкретно, вот, скажем, ну вот, ночная смена. Пусть работает с двенадцатого до шести утра. Устали, идите домой, хватит. Вторая смена с восемь начинает. Нормально, до четырнадцати. Хорошо? И домой. Домой. А это вот смена... Ну, вообще-то там надо митинг провести, и за порядком посмотреть, конечно. Домой надо поработать еще. Она общественная нужна. Ну, с точки зрения работы на работе, все. Ну, и вечерняя смена. Со скольки? Шестнадцать. Шестнадцать, да? Шестнадцать плюс шесть. Сколько? Двадцать два? Двадцать два домой. А потом, вот, у нас есть люди, которые в Завославовичном комедии говорят, а что мы будем без обеда работать? Давайте там полчасика на обед возьмем. Поэтому обед делаем. Четыре часа работы, потом обед полчаса, потом еще два часа. В радость, чтобы была работа. После еды это хорошо, спокойно. Поработали, но не в шесть, в шесть тридцать. Как раз там транспорт хорошо будет ходить. В шесть тридцать вы ходите с работы. Эти все равно приходят восемь, но будет не плюс шесть, а плюс шесть тридцать. Восемь плюс шесть – четырнадцать. Ну, полтретьего закончить. Неплохо. А те пусть три начинают, и тоже обед. Пятнадцать плюс шесть – это сколько? Двадцать один? Ну, двадцать один – тридцать, потому что ставим после четырех часов. Тоже пусть люди по обедают. Вам не нравится такое? А чего вы не сделали до сих пор? Это же надо требования выделить. А вы, если нравится, идите просто протестуйте. Так вы можете протестовать сколько угодно. Если вы этого не потребовали, никто вам не даст. Если вы потребовали, то никто не даст. Если не добьетесь. Правда? Но если не потребовали, то все тогда. Короче говоря, вот, а дальше может всякие варианты делать. Забасовщик. Он у всех понимает, что где работает. Вот остановить только вот этот участок. Все остальные пусть работают и получают зарплату. Но по шесть часов, конечно. А здесь сделать четыре, три, два. Вообще остановить. Им даже приплачивать. Сами будете. Пусть они остановят. Завод остановится. А все зарплату получают. Кроме этих. Но этих немножко соберем. Для этого, скажем, в профсоюзе есть забасовочные фонды. Чтобы можно было так варьировать какие-то комбинации. То есть, поскольку у вас забастовка бессрочная, вы должны продемонстрировать работодателю, что это будет теперь навсегда шесть часов. Вот. Значит, что касается сделчиков, они потянутся. Увеличить темп работы. У них зарплата примерно такая же будет, как была. А все должны, остальные должны бороться, чтобы по временщикам было. Тоже повышение. Так, а систему премии работодателей в праве отменяйте на этот период? У вас система будет другая. Если не будет, то вы где-то на каких-то участках начинаете делать не шесть часов, а четыре, три, два, один, ноль. А что с премией? Вот на Балтийском заводе там зарплата, допустим, 33, а остальные – индивидуальные премии. Премия вообще – это часть зарплаты. Вот если вы откроете кодекс, эти вот руководители или члены наблюдательных советов говорят, у нас все по 24 миллиона. А есть еще всякие бонусы. Это все – зарплата. Зарплата считается все. Только есть основная часть зарплаты. Лишит премию. Постоянно. Нет, переменная часть зарплаты, которую он хочет дать, может дать, может не дать. Значит, не забудьте вставить в проект коллективного договора, вот прочитайте программу коллективных действий профсоюзов, которая висит на сайте Фонда рабочих. Там все эти требования расписаны, хорошие, прогрессивные, за которые выступают все передовые профсоюзы. 80% должна быть зарплата основная, 20% вы можете дать, не дать. Но 80% вы недоположны. В период забастовки все потеряют, весь завод потеряет эти премии, получается. Почему? Почему? Вы же работаете, вы только два часа не работаете. Но это же пожелание работодателя премии? Нет, это за непожелание. Нет, непожелание, нет никаких оснований. Он не может нарушать такого порядка. У него-то нет забастовки, это у вас забастовка, а он-то должен, как обычно, платить. Вы законно работаете 6 часов, а не 8. Поэтому вы получаете, пока вы ничего не добились, хотя работаете уже 6 часов, вы получаете за 6 часов, но вы работаете издельно, значит вы получаете столько, сколько вы получаете. Но премиально он может отрезать. Премиально отрежет работодатель сразу же. Это все зависит от того, как будет. У вас в руках теперь, кто отвечает за порядок производства во время забастовки? За восточные победители. За восточные победители? Что за порядок? Кого пускают? Кого не пускают? Какие машины? Но план не выполняется, по кому бьет? Но если план не выполнен, то премия не бьет. Я больше в курсе плана. Вот если вам не будет премию платить, то точно не будет выполняться план этого работодателя. Это вы можете ему объяснить. Почему вы ему должны объяснять? Потому что во время, значит еще раз обращаю внимание на очень важный пункт Трудового кодекса, во время забастовки должны идти переговоры. Поэтому раз в неделю вы должны встречаться, вот ваши представители забастовочного комитета или другие люди им назначены, встречаться и беседовать с работодателями. Ну как, продолжим? Или как? А что вы можете продолжать? То, что у вас 6 часов, это уже даже и не обсуждается. А вот все остальное можем обсуждать пока. В том числе и то, как и где. Потому что вы можете остановить любой. Второе, кто отвечает за охрану имущества работодателя и работников. Запасовочный комитет. Значит, что надо сделать? Все бригады превратить в дружины. Вот, вы будете командиром первой дружины, вы командиром второй. Так, еще кто у нас, вот, рослые, высокие, большие. Вы третьей дружиной. Отсюда выходим уже все, это у нас все дружины организованы. И организованы, идем на трамвай, на метро и так далее. Когда товарищ Лисин, миллиардер, узнал, что, оказывается, уже тут дружина создается. И дружина будет, значит... Запасовочный комитет пригласил в линейный отдел милиции на транспорте. И зам директора по режиму. Для обсуждения вопроса о том, как будут, как готовить дружинников. Что будем изучать? Джиу-джитсу, самбо, айкидо, дзюдо. Они задумались. А если ваш начальник будет такие гадости делать, вроде премии не давать, не поставите ли вы вопрос перед президентом о том, что надо национализировать это предприятие, потому что оно очень важное и звено в цепочке нашей экономики. Оно срывает деятельность других хозяйственных единиц, капиталистических. Чтобы этого срыва не было, надо это национализировать. И подрывает экономику. Подрывает экономику страны. А у нас сейчас в Сирии же идут события серьезные. Диверсия. Такого лидера сразу уберут. Вот товарищи докеры. Единогласным решением Портового комитета послали письмецок Путину. И Путин побеседовал с Лисиным. Вы знаете, как сделать так, чтобы приехал президент? Вот у нас там председатель правкома в Олеградской области. Одного из предприятий. Вы же дорогу перекрыли? Да, перекрыли дорогу. Приехал Владимир Владимирович. Притащил дерипаску. Дал ему ручку, чтобы кто-то поприсал. Сейчас с законом запрещено перекрывать федеральный форум? Да, есть другие форумы. Зачем вам? А тут ничего не надо перекрывать. Просто вот это вдруг раз, и звено перестает работать. Оно очень важное. А вы ничего не нарушаете, у вас законная забастовка. А он ничего не может делать. Он ничего не делает теперь, ничем не управляет директор. Так, директор повис. Почему? Потому что он не сработался с коллективом. А я? Я вас назначал. Вы не захотели ко мне идти. Вас назначал. Генерально. Но вы не сработали с коллективом. Вы пойдете. А вы там как-то... Надо как-то ситуацию разрулить. А иначе меня задушат. Меня. Я кто такой? Я предприниматель. У нас есть союз работников предпринимателей. Мне скажут на этом собрании, Михаил Владимирович, нам не нужны эти штучки, чтобы у вас там забастовки были на вашем предприятии. Ты давай или выметайся отсюда с этих союза промышленников-предпринимателей, или давай мы у тебя купим этот весь капитал, потому что ты не можешь там их урегулировать. Что они будут с вами, что ли, будут сражаться? Они с ним будут сражаться. Они вон по голове настучат. Но я близко к жизни рассказываю. Я рассказываю, по-моему, я знаю это дело. Была у нас 15 лет назад могучая забастовка. Можно пригласить сюда Константина Васильевича Федотова. Он еще более подробно может рассказать. Вот таким образом. Так все, я вас поздравляю с тем, что шестичасовый рабочий день уже выигран. Остальное надо выигрывать по частям. Какие есть вопросы? Кто против Добастовка? Один, да? Один. Но я знал, что он против. Поэтому рядом, кстати. Да. Я зачеркиваю. Я зачеркиваю. Не надо перечеркивать. Просто перезаписать НЕ. Нет, я тогда крупно это сделал. Вот так. Нееет. Не зачеркивай. Вот там есть проректор. Это воля проректора. Я не мог это сделать. Проректор если не до дома не дойдет. Вот ректор. А он мило улыбается в это время. Куда вы попали? Все пропали. Значит, вот я думаю, что все присутствующие здесь поняли, что это самое созидательное дело. А что созидается в этом мире? Представьте себе, что таких много. Это нынешнее поколение трудящихся, а именно рабочие и те, кто им помогает, должны научиться. Потому что это очень утрачено. И за советское время утрачено, хотя забастовки были. Если вы наберете там, например, забастовки в СССР. Были. Даже расстреливали. Были. Расстреливали не в СССР, а в переходный период к капитализму. Ну как у Хрущева-то когда? Так у Хрущева-то же враг. Враг, коммунизм. А для вас все равно враг коммунизма, друг коммунизма. Так? Понятно. Я против. Вы должны различать движение. Куда идет? Расстреливать стали тогда, когда уничтожили диктатуру полетриата. А раз уничтожили диктатуру полетриата, какая стала диктатура? Ну так что вы удивляетесь? А я не удивляюсь. А что тогда вы увидел? А что ты говоришь в советское время? Не в советское время. Значит, и вот таких много. Забастовочных комитетов. Если три забастовочных комитета в городе есть в Санкт-Петербурге, или лучше сказать в Ленинграде, вот они могут собраться, их представители? Каждый там из расчета там от тысячи один. Собрались. Что получилось? Совет. Совет. У нас в пятом году был совет петербургский. Я тут вот проходил, мне нужно было в дом Плеханова. По 4-й Красноамейской, Московского проспекта, на углу, первый же дом, написано здесь, доска. Проходило заседание Совета рабочих Петербурга. Что такое, вроде Петроград, там говоришь, у нас. Оказывается, в пятом году проходило. В тридцати четырех городах советы были. Начиная с Иваново и дальше, дальше. Надо возрождать традиции. Да. Значит, короче говоря, представители Забастковых могут собираться? Могут. Когда они соберутся и подумают, как обеспечить порядок. В городе? Нет, в городе пока еще не будут думать. Порядок должен быть такой, что теперь от каждого предприятия надо отдавать. Совет, давайте дели это. Вы на Вроре были, там есть такой приказ номер один. На всех ротах, на кораблях создать рабочие комитеты и представители городского совета. То есть, начинается с трех у нас, магической цифры, как три совета создали, то было три человека теряя три совета. Ну, на традиции возить. Да, и вот они собрали городской советы и в других городах, и в третьих. У нас же так и было сначала в пятом году, потом в семнадцатом, как грибы. То были колоцевики, а потом пошли колоцевики. А когда будут везде советы? А кто уже будет решать, что дальше делать? Это же не вас, а очные комитеты. Советы будут решать. Чем отличается наша революция советская? Более мирной революции за всю историю человечества никогда не было. А кто будет против него выступать? Ну, кто будет выступать против Петроградского военного гарнизона? Он большевистский был. Кто? Который подчиняется Петросовету? Юнкеры, якобы. Ну, какие юнкеры могут? Не баби, а батареи. О чем вы говорите? Куда вы думаете? Петроградский гарнизон. Поэтому никакого сопротивления не было. Поэтому все будет тихо и мирно. Тогда война шла, сейчас военные. Что? Тогда война шла, сейчас военные это неплохо получают. У нас все время идет война. Они прикормлены очень хорошо сейчас. Ну да, это только так. Эпотекарь-то? На самом деле все так. А что у нас война не идет? Я вчера только военного знакомого встречался. Сколько ты сейчас получал? Вот 30 тысяч. Ну да. А если еще больше получать, то больше больше. То есть вы хотите лучше делать революцию во время войны? Я считаю, что лучше не надо нам война. Лучше так. Вот тихо, мирно все. Хорошо. Наоборот, как только сделали революцию, войну и прекратили. Кто прекратил войну-то мировую? Кто? Большевики. Советская власть прекратила мировую войну. Потому что никто ведь не хотел это делать. Никто. И в том числе и внутри страны, кроме большевиков, никого нет. И среди большевиков. Бухарин был. О, значит, войну до конца революционную. И Троцкий тоже самое. Там они мира, они войны. И Дзержинский говорит, я на седьмом съезде. Я согласен с Бухариным. Ну вот Ленин сказал, что он уйдет со всех постов. Но пойду за Лениным. Нет, я буду голосовать как Ленин. Только по одной причине, что нельзя нам. А так очень сложная была ситуация. И Ленин и Сталин там не были делегаты. Пусть люди с фронта, приехавшие, решат этот вопрос. Они были делегаты с совещательным голосом. Выступать могут, предлагать могут, голосовать и будут. Вот так. Так что, вот мы досмотрели с вами смысл вообще забастовочной борьбы. И ее связь с нашими конечными целями. Тогда у нас полная картина. Вот, так сказать, изучение марксизма, ленинизма, науки, а классовый борьбе рабочего класса. Который что? Все время изучает, 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 изучает. И власть не берет. Или берет? Ну, чтобы взять, должен организоваться как класс или нет? Или он без организации может? Это прежде всего для того, чтобы осуществлять власть, нужно иметь мощную организацию. Вы против мощной организации? Один вопрос. Давайте. А если на самом-самом первом этапе, пока еще бумажки разносишь по цветам, тебя уболит? Меня не уболит. И не дойдет дело до обсуждений и всего остального. Начальство вы знаете? Да на самом-самом ничего. Ну, вполне может быть, кстати. Значит, хочу вам общее положение выделить такое. Все люди делятся на две категории. Это я когда был студентом еще на матмете, у нас выступал профессор Галгалер и говорил, что вот есть две категории людей. Одни что-то делают великое, а вторые объясняют, почему они это не сделали. И вот из первых, получается, ученые, государственные деятели, писатели и так далее. Из вторых, в лучшем случае, администратор и рекомендиатор. Я вам советую на эту дорожку не вступать. А вдруг у нас не получится? В общем так, мы идем в бой, только нас всех убьют, ничего у нас не выйдет, айда за мной. Что говорили великие по этому поводу? Что говорил по этому поводу Наполеон? И Ленин повторял. Вера в победу есть фактор победы. А вы вносите в наши ряды неверие, справедливая нашу победу. Не зачет. То есть вы считаете, что победит у нас буржуазия в нашей борьбе? Да? А почему у вас? Какие у вас основания так считать? Мы еще же не поднимались. Мы еще ничего не делаем. Вот начнем делать. Мы еще не пробовали. Первое дело, мы сразу с теми сомневающимися разберемся. Нет, мы ничего с ними не будем плохого делать. Хорошего просто не будем. Да, хорошего не допускать. Да. Так, вот нам показывают уже. Вот меры сейчас будут приняты. Так, на этом мы заканчиваем. Я думаю, лекцию заканчиваем. А деятельность по организации запасковочной борьбы начинаем. Начинаем. Спасибо за внимание. Спасибо. Пригласен. Удастся. Всё, прощаться. Всё, проверяйте. Удастся. 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 Продолжение следует...